Добрый вечер, дорогой Борис Георгиевич. Многоуважаемый профессор, причем признанный. Я поэтому с таким внутренним трепетом... Я к этому отношусь очень спокойно, дорогой Хосем Георгиевич. Дело не в том, как я на тебя титул и звание, а дело в том, что ты собой представляешь. Это гораздо важнее. Да, ну вот мне очень порадовало, что вы сразу откликнулись. Вот я от имени нашей школы «Человек будущего» Хомофутурус, по сути, школы человечности. Это очень важная вещь, потому что я занимаюсь этим проблемами давно и читаю лекции сейчас тоже по теории на сфере контролируется, связанной с нашим будущим и с тем, какие там будут люди. Да, мы вас и знаем как основателя Института исследовательской ноосферы. И ваше недавнее выступление меня просто так порадовало, потому что вы там объясняли еще раз, объясняли людям, что это надо не механически буквально понимать, ноосферу, как некое такое вот... А это как раз-таки вся интеллектуальная такая вот интеллектуальный социум, который, укажу, и в подсознании тоже лежит, потому что он читает книжки, слушает лекции. Вот это все вместе и есть на сфере. Я еще уточню немножечко. То, о чем вы говорите, это часть ноосферы, то, что называется социосфера или идеосфера. Оосфера имеет несколько частей, как человек имеет тело, душу и дух. Не все понимают, что это такое, но спорить по этому поводу много. Иноосфера тоже, это отнюдь не просто собрание каких-то мыслей, тем более, как некоторые представляют их в виде облачка, которая летает над землей. Это абсурдно. А сфера – это оболочка земного шара. Вот это... Да, да, черт, вы выучите это определение ноосферы. Так как биосфера – это оболочка земного шара, связанная с деятельностью жизни био. А ноосфера – это оболочка земного шара, которая связана с деятельностью разума. Люди иногда понимают механически эту оболочку. Нет, оболочка, она и есть оболочка. Например, оболочка океанов всех – это гидросфера. Вся вода вместе взятая – это оболочка, это гидросфера. В этом смысле, вот поэтому людям нужны... Это географическое понятие, это географическая оболочка. Атмосфера – это весь воздух, который над нами. Атмосфера – это твердые все вещества. А ноосфера – то, что делает человек на земле. И здесь, конечно, и мысли его, и общественная организация, и идеи – это все входит в понятие анасферы, безусловно. Да, и вот идея тоже. И поэтому я хотел обратиться к вам с вопросом. Дело в том, что у нас в нашей школе много участников из разных стран мира. Мы все пытаемся создавать науку человечности. Это очень-очень важно, очень важно. Я определил базовые вечные ценности, такие как любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, сотрудничество. Такие вещи, как уважение к личности, ответственность. Потому что пока у нас будет сплошное вранье, и никакого нет ясного понятия о том, где правда, где ложь, а асфера будет в очень тяжелом состоянии. Она, конечно, никуда не денется. Люди остаются людьми, но состояние у нас в сфере будет очень дикое. И вот сейчас, когда наступила очередная точка неопределенности, потому что мир переходит, так сказать, от потребления механической такой вот энергии, в какой-то форме переходит в цифровой, условно говоря. И поэтому каждый раз, когда вот конки, например, были, потом паровозы, потом самолеты реактивные, каждый переход, по-моему, обеспечивался реорганизацией общественных отношений на новом уровне. Условно технические достижения очень влияют на социал-сферу. И на идеосферу, и на состояние душ людей очень влияют. Это не скинешь со счетом. И некоторые боятся этого, боятся прогресса, боятся техники. Например, немецкий очень известный философ Хайдеггер, он боится прогресса просто, очевидно. И другие там, и его поклонник у нас Александр Георгиевич Дугин, тоже из этой породы, который написал недавно очень странную книгу под названием «Хайдеггер и возможность русской философии». Какая возможность? Извините, русская философия – это великое достижение новосферы. А какой возможности говорить? Нет вот возможности. Считает, что нет. Если нет русской философии, то тогда какой он философ? А его на телевидении показывают как философа. То есть здесь какая-то явная катахреза, явное противоречие. Ну ладно, не буду сейчас Дугина сильно ругать, это особая статья, но это меня очень-очень сильно беспокоит и даже раздражает. Да, на самых разных уровнях социокультурных отношений, конечно, возникают эти точки неопределенности. А вот ваша работа, связанная с человеком будущего, очень важная работа, я считаю. И вот здесь, как раз, у меня вопрос к вам. Дело в том, что я в свое время участвовал в программе президентской «Дети России», я обучал специалистов детских центров реабилитации, восстанавливая детишек. Это мне очень интересно, и я готов включиться в эту работу. У меня была и монография выпущена, и я делал это живьем, обучал, и мы работали совместно с департаментом образования в Москве. Очень важно. И там была Лариса Евгеньевна Курнишова, она меня познакомила с Интом, Институт наук, технологии, образования. Ну, да, да. Там был Семенов профессор, и я ему сказал, Семенову, я там делал доклады у них, я ему сказал, вот есть в образовании понятие повторение мать учения. Я считаю, что это для массовой школы повторение мать учения, потому что повторяй, пока не получится, пока действие, которое ты делаешь, не станет автоматическим, то есть не станет навыком. Например, пишешь букву А, ты пишешь столько раз, полностью соточенные, пока не будешь писать на рефлексе. Таким образом, ты стремишься каким-то образом организовать свой мозг, организм так, чтобы тратить уже на это действие меньше энергии. Поэтому я говорю, поскольку это какое-то действие может не всем подходить в моменте, я предлагаю к принципу повторения мать учения добавить дополнительный принцип, принцип подбора путем перебора. Очень хорошо. А может быть не только путем перебора, может быть и путем размышления тоже. Да, но путем перебора имеется в виду... Поиск путем перебора – это основной пункт в природе. Да, проб и ошибок – это осознанное действие. Я даже ему сказал, он говорит, мощный принцип. Вот это меня сразу порадовало, что он интуитивно сразу сказал, мощный принцип. Конечно. И сегодня, когда наступает вот этот переходный момент, когда люди в растерянности и для образования тоже, и ко мне обратились люди, вот мои же друзья, они обратились, говорят, вот ты с профессором Матвеевым Анатолием Петровичем, у него в учебнике для 10-11 классов по физической культуре, твоя синхрогимнастика по методу ключ. И что? И там, я говорю, принцип массового обучения, повторения мать учения, дополнен принципом подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. То есть речь идет о том, по скорости автоматизации начатого действия. То есть чтобы человек в массовой школе мог еще и управлять своей обучаемостью. Это очень важно. Когда он, например, дома подбирает для себя из физкультурных упражнений то, которое ему лично подходит в моменте, то есть синхронно текущему состоянию, например, ему хочется орать, он делает какие-то движения. Я ему говорю, ну делай это в отдельной комнате за закрытыми дверями, хочешь орать, ори, хочется смеяться, смейся, хочется ножкой топать, ножкой топай, 5 минут, 10 минут в отдельной комнате. Это компромисс между требованиями общества. Веди себя спокойно, ногой не дергай, сиди прямо. Вот между требованиями общества и потребностями организма в моменте. Очень хорошо. Чтобы человек мог даже на уроке в школе или при сдаче экзамена в институте мог регулировать свое состояние, подбирая дома те упражнения физкультурные, которые ему подходят. И оказалось, что наш мозг всегда генерирует в момент опасности, в момент стресса или в момент подготовки к каким-то событиям некие действия защитные. Но человек из-за того, что у него шаблоны культурой навязаны, он вместо того, чтобы их использовать по назначению, он начинает их блокировать. Например, простой пример. Девочке хочется заплакать. Это нормальная инстинктивная защитная реакция разгрузки. Ну, нельзя на людях плакать. Нехорошо. Особенно мужчине. И вот получается тупик. С одной стороны, организм требует разгрузки, а с другой стороны, нельзя. Потому что не принято. И у него напряжение растет, он потом идет водку пьет. Да, так получается, потому что, когда люди заняты не своим делом, не реализуют свои способности творческие, потому что человек по природе творец, когда человек вынужден все время жить по чужому алгоритму, например, жена влюбилась в мужа своего, вышла за него замуж, оказалось, что муж с определенными представлениями о том, как она должна себя вести, и она всю жизнь живет во власти вот этих его представлений, какая она должна быть. А ей хочется быть самой собой. И вот получается, что я им предлагаю, а вы закройте дверь и 5 минут в день помедитируйте вот по этой новой технологии. То есть возьмите и делайте то, что вам хочется, а не только то, что вам надо. И вот они начинают выздоравливать. Представьте себе. Ну, там как раз-таки принцип подбора путем перебора по критерию минимального действия. Потом она или он мне говорит, слушайте, а я же так инстинктивно и делаю. Я же так, когда занимался физкультурой, я же не всей физкультурой занимался. Я говорил, выбирал те, которые мне подходят, как рубашка по размеру. Так вот этот дополнительный принцип обучения путем повторения, я добавляю в принцип подбора путем перебора для того, чтобы человек сам научился регулировать свою обучаемость и восстановимость. То есть чтобы он мог снижать утомляемость, переключаться, сосредоточиться, то есть по существу я дополняю систему классического образования дополнительным индивидуальным подходом к личности. И это вот у меня пропечатано у профессора Матвеева в учебнике по физкультуре. И сейчас идея в том, чтобы через нашу школу я пропагандирую, агитирую. Это ошибка, нет никаких проблем. Через Олечку всем. Спасибо. А я пока картину покажу. Я, наверное, Олю Бабанову нажимал, нажал случайно на вас. Так что все хорошо. Вы себя чувствуете хорошо, все у вас в порядке. Да, у нас все сломалось. Олечки ноги лечат, я вложу ее туда, все хорошо. Спасибо, Танечка, спасибо. Я пока вы говорите, развлекаю нашу аудиторию, картину показываю. Вот это... Все, я уже поговорил, все нормально. Это называется участник события, его свидетельство. Глаз огромный у вашей девушки. Да, это потому, как она одновременно живет в своих переживаниях, одновременно в социуме, ведет себя так, как надо и наблюдая за реакцией. Это правильно, правильно. Она и в себе, и вовне. И участник событий, и его свидетель. Так вот, это состояние между социумом и индивидуальностью, вот как раз таки с помощью синхрогимнастики по методу Ключ, что в учебнике профессора Анатолия Петровича Матвеева, там как раз таки и есть база. И сейчас вот, когда ко мне обратились, можно ли, дозвольте, разрешите нам, примените, вашу методику, ключ подготовки к программе президентской по образованию. Ну, они у меня разрешение спрашивают. Я говорю, конечно, да, но мне надо посмотреть, как вы это будете делать. Они ко мне приедут. Вот это самое главное, что, не дай бог, попадают не в те руки, не в те руки, не в те ноги. Здесь кредитируют всю нашу жизнь. достоин того, чтобы он аккуратно был проведен в жизни. Да. И вот теперь вопрос. Я думал, что это закон сохранения энергии. Когда человек делает какое-то повторяемое действие до степени автоматизации, я думал, что он минимизирует затраты и приходит к тому, чтобы выполнять действия на автомате. А вот принцип новый, который я говорю, дополнительный, подбора путем перебора, сразу берет этот автоматизм как критерий подбора. И получается, подбирает только те действия, которые ты можешь делать с легкостью автоматизма, без усилия. Автоматизм же это без затрат на рефлексе. Он говорит, вот я этот прием не могу делать на рефлексе, вот этот не могу, а вот так потрястись как следует, мне хочется. Ну так потрястись. Он потрясся, сел и говорит, слушай, безоблачное состояние наступило, а что все это делают? Вот это и есть принцип подбора путем перебора. Если жизнь заставляет человека делать трудности преодолевать, то вот этот мозговой санаторий, когда надо научиться преодолевать трудности с меньшими затратами и сломаться по дороге, вот как раз таки подбирать действия, которые подходят. И оказалось, подходят те, которые организм сам требует, но мы их не выполняем, облаки. Вот это наша педагогика очень часто не учитывает, что детям нужно и пихают им то, что им не лезет просто никак. А дети хотят, чтобы учиться было интересно. Вот я приведу вам пример картину одного художника, я не помню, Брейгер или кто-то из художников там 14-15 века, Шкова. учитель преподает закон Божий. Библию читает, дети сидят в классе, все очень скучные, а за спиной этого учителя выглядывает черт с рогами. А ну вот именно. Вот когда скучно, детям ничего не влезет в голову. Не зачем тратить время, конечно. Конечно. Я поэтому хочу вас спросить. Я раньше работал в институте машиноведения Академии наук, ведущим научным сотрудником в лаборатории биомеханики у профессора Петухова. Я там друг тоже есть, Полилов. Он, кстати говоря, и занимается композитными материалами. Ну, очень большие достижения сделал. И к тому же... Что называется этот институт? Какой материал? Нет, я работал в институте машиноведения Академии наук СССР. Машиноведение, все понятно, понятно. И МАШ. И там у меня друзья Полилов был, Саша Александр, и Петухов Сережа. Они оба доктора наук, профессора, очень известные, лауреаты, премии и так далее. Вопрос не в этом. Когда я вам сказал, что обученческий процесс заключается в сохранении закона, закон сохранения энергии, это я вам вопрос задаю. Например, когда человек повторяет какое-то действие, пишет буква, пишет буква, пока не станет писать на автомате, или какое-то упражнение во время тренировки тренирует, пока не будет его делать автоматически, как, ну, например, машину учится вводить, там весь внимание в начале, а потом уже на автомате это все делает, а сам думает о другом. Так вот, вопрос в том, вот эта степень, когда человек, все образовательные процессы и тренировочные, оказывается, как я думаю, это мой вопрос, основаны на том, что идет процесс снижения энергозатрат при выполнении той же задачи. То есть, выработка навыка, чтобы в мозге сформировались новые узловые нейросети и так далее, чтобы он мог это же самое делать, что в начале, но без усилия, без труда, без энергозатрат. Так если это так, я думаю, так может быть это закон сохранения энергии, а вот мои друзья из института машиноведения. Они говорят, нет, это закон минимизации, оптимизации, закон минимизации к закону сохранения энергии не имеет никакого отношения. Минимизация затрачиваемой энергии, ну правильно. Ну а закон сохранения энергии разве не... Это совсем другое, совсем другое. Вот я хочу, чтобы... Энергия говорит, что в данной системе сумма всей энергии всегда постоянно. Вот закон сохранения энергии. Если камень падает, была потенциальная энергия, внизу стала кинетическая. Если мячик отскакивает, она снова становится потенциальной. Но сумма все время одна и та же, одно и то же число. Это очень важно. Энергия имеет разные виды, как учит физика. Кинетическая, потенциальная, механическая, тепловая, электрическая, магнитная. Это световая, это все разные виды энергии. А в ядре еще добавочные виды энергии. Так что вот это все в сумме сохраняется. Есть абсолютное число, вот скажем, для какого-то предмета 100 килограмм метров. Это еще Лебнец это дело установил. И когда он занимался этим вопросом, и там была путаница. Путали закон сохранения импульса, количества движения и энергии. А Лебнец навел здесь порядок. И стал говорить именно о законе сохранения энергии. Хотя в полной мере этот закон был создан только Гельмгольцем уже в 19 веке. Это все хорошая физика, которую надо, конечно, знать. Вот поэтому я бы хотел вот с вашей помощью вот сейчас, чтобы люди, которые находятся в неопределенности, из-за того, что будет завтра и как, вот в этом состоянии, на них очень много оказывает манипулятивных влияний. О, это точно. Это самое страшное, что делается в нашем современном обществе. И чтобы человек был более защищенный, а как раз-таки наша школа, человек, будущего комфутурсу, она как раз-таки и занимается чем? У меня есть... Я когда работал в Центре подготовки космонавтов, я создал модель невесомости у космонавтов в земных условиях. Оказалось, оказалось, что на ее основе, когда я ее прорабатывал, потом оказалось, что я создал еще и новую модель работы мозга, где вот есть четыре базовых состояния, например, состояние бодрствования, в котором мы с вами сейчас находимся, где много одновременно конкурирующих номинантов. И поэтому это позволяет нам думать и об одном, и о другом, и ничего внутри у нас не меняется. Но если мы сосредоточимся на чем-то, например, за нами побежит злая собака, то все доминанты отключаются, остается только одна, и она уже не дает нам ни о чем другом думать, и она уже руководит процессами гомоостаза. И тут получается, что человек может и высокий забор перепрыгнуть, потом думать, как это я смог сделать. Все правильно, все правильно. Вот для того, чтобы понимать хорошо эти вещи, надо физиологии на первое место поставить не Ивана Петровича, а Павлова, который, конечно, был великий физиологом. Ухтамского, да. Ухтамского, да, Ухтамского. Вот это физиолог высшего класса. Его гораздо выше, чем Павлова, между прочим, ценю. Вот его учение о доминанте. Я тоже считаю... Это гениально. У вас за что надо было Нобелевскую премию давать, а не за условные рефлексы Павлова? Но там сложные отношения. Алексей Алексеевич Ухтамский, к тому же он еще и был и священником-старобрядцем. Это тоже существенно. Он истину искал, к истине он был неравнодушен. Вообще такие люди, как Ухтамский, их имя должно быть известно не меньше, по крайней мере, чем имя Павлова, Сеченова и других физиологов. Вот это хорошо, что вы говорите, потому что я тоже думаю, что Ухтамский, только это речи, которое надо всегда помнить, читать и чтить. А книги его замечательные не только по физиологии, а и книги его по рассказам о жизни, просто такие, как «Достойный собеседник». Вот это книжки. Просто посмотреть надо по интернету, сейчас можно. Алексей Алексеевич Ухтамский, его книги. И их прочитать. Вот это будет основой культурного человека. Так замечательно, что вы порекомендовали нашим участникам, которые этого еще не видели, не читали. Вот я еще что хотел спросить. Каким образом нам донести до людей, что вот этот новый дополнительный принцип, принципу главного, повторяю, пока не получится, принцип подбора путем перебора, вот этот новый дополнительный принцип подбора путем перебора для индивидуального подхода, для того, чтобы человек при массовой школе мог не терять свою индивидуальность, а наоборот, повышать свою стрессоустойчивость, быть здоровым, меньше уставать при больших нагрузках и в неопределенности, когда неопределенность сжирает всю энергетику человека. Потому что человек, солдат на фронте, вечно мобилизованный, он не может быть все время мобилизованный, он истыщается. А ему надо поддерживать баланс и восстанавливаться. Я придумал такое, я говорю, закрой дверь за собой, чтобы никто не видел. Я делаю то, что тебе нравится, да? Да, и делаю, что нравится, 5 минут. Причем, то, что делать не можешь, например, хочешь сейчас море плавать, а моря нет. А ты делай имитацию, делай эти движения. Например, хочешь начальнику по морде дать, как в Японии. Представь себе, да? Да, представь себе начальника и колоти воздух. Это очень правильно. И вот делай все, что ты хочешь, имитационно, как играешь роль. В американских офисах есть такой метод уже. Ставят куклу, которая изображает начальника, и когда офисный планетон обижается, что с ними правильно, он может выйти и поколотить его в свое удовольствие. Правильно. Я не знаю про Алиева, по своему комментарию, еще нет метод использования. А у нас можно без куклы. Вот я придумал моделирование. Можно и так. Причем можно, знаете, как еще, моделировать по воспоминаниям счастливые состояния. Что человек делал, когда был счастлив? Он говорит, я арбуз ел на море. Ну, представь, что ты ешь арбуз. Он говорит, ну, арбуза-то нет, сейчас лето. Я говорю, а ты делай вид, вот ты делай все движения. Все движения, которые ты тогда делал, это называется моделирование. Она или он начинает это делать, и потом она вот так, раз, вот так делает. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, потекло. Ай, как хорошо. Об этом и речь. И там новые технологии я создал, и поэтому я придумал новые способы медитации. за закрытыми дверями в больницу не увезли. Делать, что хочешь. 5-10 минут в день. И у меня люди начали выздоравливать. Глубочайшие невротики. И люди, у которых были фобические синдромы, и у которых были тревожные состояния, и вот это вечное ждание определенности, что с канцерофобиями. Это тяжелые пациенты. И они вдруг начинают чувствовать себя уверенно. Потому что, оказывается, они стали пар выпускать. То есть, по сути, я им создал модель комнаты психологической разгрузки, только у них собственный квартир за закрытыми дверями. Потому что иначе люди подумают, что что-то с человеком не то, и в психиатрию увезут. Вот таким образом это и называется синхрогимнастика. Но это же надо объяснить людям. Это же надо так вот рассказать, чтобы они отнеслись к этому с пониманием. потому что они сказали, да, мне помогают, ну и что? Ну и что, что мне стало лучше? Ну и что? А есть же серьезные методы. Люди так думают. А я их спрашиваю, а какие серьезные методы? Они говорят, йога. Ну, я говорю, ну, ходи к йогам. А он говорит, у меня времени нет. Я говорю, тогда закрой дверь и на пять минут будь самим собой. Все хорошо. Это йога, вещь, конечно, хорошая в некоторых отношениях, хотя философия йогов нам совершенно не подходит. Вот йог, например, он тренирует свое тело, ну, просто невероятно, полирует. Изумительное достижение и в гибкости тела, и в работе органов всех. Но какова цель всех этих упражнений, в отличие от христианства? У них здоровье, это тоже не самое главное. Очень важный момент. Они самосовершенствования. Йога – система самосовершенствования, которая имеет много уровней. Хатха-йога для здоровья, там есть раджа-йога для развития. Так вот, хатха-йога, я советовал бы многим заниматься, а соваться в раджа-йога уже, наверное, не следует. Дело в том, что там они попадут очень быстро в самую страшную. В зависимость от гуру и так далее. Вся индийская философия направлена в конечном счете на уничтожение, на уход из этого мира. Что такое нирвана? Это вот уже состояние, в котором нет ни личности, ни чувств, ничего. И это считается главной целью. Вот, наконец-то мы вышли на точку обсуждения. Я просто хочу сказать, что нирвана – это состояние, вот, например, девочка задумалась на уроке, смотрит в окошечко, и задумалась от усталости. И учительница подходит, и по полгу Петрова, ты где? Она раз, выскочила. Вот так нельзя делать. Она была в нирване. Если вы в нирване, это не та нирвана, которую зовут нас, йоги, Будда. Да, да, конечно. Но Будда, когда говорит о нирване, он имеет в виду, если девочка спотанно туда вошла, позоветила. Я вас понимаю. Я вас понимаю. А Будда учил это делать осознанно, входить в это состояние осознанно. Просто... Главное отличие, еще главное отличие индийской философии от христианской, принципиальное отличие, пропасть непроходимая. С точки зрения буддизма и индуизма, мир – это зло. Из этого зла надо убежать, избавиться. Друзья, есть колесо перевоплощения, вот ты умер и стал там одним, другим, третьим существом. И вырваться из этого колеса никак нельзя. А Будда говорит, нет, если хочешь вырваться, следуй за мной, и я тебя выведу куда? В ноль, в ничто, в нирвану. Немножко интерпретация такая. Там много есть разных интерпретаций. Интерпретация, я думаю, что любой человек, знающий буддизм, индуизм. Нирвана на современном языке – это релаксация, психическая релаксация. Если просто некоторое хорошее состояние души назвать нирваной, это, конечно, право человека. Не имеет отношения к той нирване, куда зовет нас йогическая философия. Они стали манипулировать. Дело в том, что нирвана на самом деле это состояние безэмоциональной задействованности во что-то. Состояние освобождения. Это у каждого бывает. Вот человек бежит, например, бежит, бежит, напряжение растет, растет, пик преодолел и уже бежит налегке. Вот, говорит, второй дыхатель. Вот он в этот момент попал в нирвану. Первый бежит... Это не нирвана. Это нирвана как раз, но в беге. Это называется поток. Вы это называете нирваной? Я не знаю, кто еще, кроме вас, это скажет. В Индии нирвана совершенно другая. Это разные интерпретации. Мы сейчас не будем это философски обсуждать. их много разных направлений. Сейчас очень многие увлекаются. Это они неправильно трактуют просто. Они берут буквально... А кто их учителя? Они едут в Индию, а там их тоже учат тому, чему учил Будда. Бегите из этого мира. В христианстве прямо противоположная позиция. Человек должен восходить. Для чего? Как говорили отцы церкви Василий Великий, Афанасий Великий. Человек это тварь, которой дано задание. задание чувствуете стать Богом. То есть он должен расти все высшее в себе совершенствовать и прийти в конце концов в Царство Божие. Это совсем другое. Он сказал жизнь и страдание рождение и страдание и смерть и страдание искал в 30 свящем лет. И он сказал, что если между истинной и тобой стану я, убей меня. он за истину, он не за какое поклонение, он не за какой подход от жизни. Поэтому Далай-Лама собирает ученых, в том числе мой профессор, когда я диссертацию защищал, Губеев. Далай-Ламе ездили наши ученые. Потому что они не против науки. Мы не против. Нет, конечно, не против. Я говорю о том, что цель их противоположна цели христианства. Прямо противоположна. У всех науку на здоровье никто не мешает от науки, никуда не денешься. Наука есть наука. Чтоб человек был человеком. Цель это всех религий. Чтоб человек был человеком. Очень правильно. А высшая форма человека это Бог. Твощество человеком, человеком. Он подчеркивал это, я говорил, сын человеческий. Хотя в то же время был Богом. Поэтому я как врач, когда я работаю со своими больными или невротиками, которые хотят выздороветь, в первую очередь базовые вещи. Занимайтесь любимыми. Правильно. Пройте свои творческие начала и занимайтесь ими. Они говорят, какой смысл, за это же не платят. Я говорю, слушай, это суша. Боже, в чем проблема. Потому что с одной стороны духовная часть требует развития, с другой стороны материальная часть. Тоже требует. Тоже требует. Поэтому не найден пока компромисс между материальным и духовным. Поэтому будут споры между религиями, между людьми. На самом деле должно быть все в балансе. Но вот эта методика, когда я их оздоравливаю тем, что просто рекомендую заниматься любимыми делами, и они начинают выздоравливать. Тут я вас полностью поддержу всегда. Это правильная методика. Именно так и надо делать. Именно так. Оказывается, у них все было. У них там все было. Конечно. В человеке есть все в принципе. Просто он не позволял себе быть человеком, быть творцом. Не позволял. Поэтому у него был невроз. Все правильно. А я хочу сказать, что вот эта вот способность к поиску лучшего состояния, она заложена в живых организмах уже на уровне клетки. Вот это интересно. Вот это интересно. Каждая клетка, она является самостоятельным организмом и она имеет свои цели, задачи и свои оптимальные состояния, которые при желании можете назвать тирваной, но если клетка может понимать, что это... Вы имеете ввиду неосознанные желания, правильно? Некоторые люди поймут буквально. Насчет осознанности я не знаю, а вот насчет того, что клетка имеет возможность искать, меняя свое состояние, находить и запоминать, это было доказано в моих экспериментах, которые проведены были в Ростовском университете на группе межрапутетской биофизики на одиночной нервной клетке. Сейчас у нас говорят там нейрокомпьютеры, нейросети, а все эти нейросети, они держатся на начале противоположном. Считается, что вся вот эта вычислительная система нейросети, она связана с изменениями проводимости на синапсах. Синапс – это участок, через который один нейрон передает другому информацию. Изменяется проводимость синапса, это запоминается и дальше уже легко находятся задачи. Так вот, клетка, с которой я работал, вообще не имеет синапса. Не имеет синапса. И никакое изменение проводимости там быть не могло. И тем не менее, эта клетка искала то, что интересно. Я поставил задачу взаимодействовать с клеткой, замкнул ее обратной связью. Клетка выдавала мне свои импульсы, и за эти импульсы она получала соответственно то, что эти импульсы в себя несли. И вот клетка, одиночная почерпо, одиночная нервная клетка находила то состояние, в которое ее переставали дергать, увеличивали частоту, находили такое состояние, в котором покой. Этот поиск, это я называл поиск стационарного режима, он длился на первом опыте порядка часа, пока клетка обучалась, сама искала, находила, а когда я в следующий раз включал систему той же обратной связи, клетка шла к этому состоянию уже не за час, а за 10 минут, а еще через, на следующем опыте, за минуту, то есть практически одиночная клетка, без всяких синапсов, обладает памятью, это было доказано, а в мозгу таких клеток миллиарды, они все взаимодействуют и каждый нейрон, так же как каждый человек в обществе ищет свою задачу какую-то и находит ее и общество в целом живет именно потому, так же точно нейроны в мозгу. Может и фотон также? У фотона есть способность по крайней мере выбирать, искать не знаю, а вот выбрать из состояния, которые ему даны волновые функции фотон может вполне, фотон может, это уже другая другая тема совершенно. Кстати, объем информации между клетками осуществляется именно фотонами, об этом тоже не надо забывать. Это метод генетические лучи Гуруча, генетические лучи Кузина, это тоже тема, которой я занимался как биофизик в своей жизни. Это очень интересная тема, но сейчас мы не будем ее касаться, иначе далеко уйдем. А вот ваш метод именно делать то, что тебе приятно, найти свой оптимум состояние, когда тебе хорошо. При этом не на людях, потому что на нехорошо. При этом, конечно, надо учитывать отношение к этому других людей. Поэтому вот придумал я так, чтобы эту комнату психологической разгрузки за закрытыми дверями пять минут я не назвал это медитацией. правильно, правильно, правильно. Выгодить ножки, стоять на голове, кричать, петь, петь стенку. Это твое дело. Это хороший метод. Прекрасно. Я его полностью поддерживаю. Спасибо. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Я вам очень благодарен, еще и потому, что от нас, вера, вы столько трудились, столько интересного. Я вот когда послушал, я просто был приятным таком воспламенении души, потому что очень многие буквально понимают некие вещи, которые, в принципе, не буквальные. Да, надо понимать их или символически, или аллегорически, не буквально. Когда нас пытаются Библию понимать буквально, то получается очень много всяких недоразумений. Там Библия якобы противоречит науке, потому что там сказано за шесть дней, а наука говорит там 10-20 миллиардов. Не надо Библию читать буквально, не надо. Петафоры, конечно. Это великая книга, которая рассказывает нам о разных ситуациях человеческой жизни и истории еврейского народа, в которой было очень много интересного, очень много интересного, и из которой можно множество почерпнуть полезных вещей, но не надо считать ее учебником физики или биологии. Это совершенно разные вещи. Спасибо вам, Игорь. Спасибо. Вы позволите, мы потом к вам еще раз обратимся? Ну, мы сейчас будем закругляться помаленьку. Да, будем закругляться сейчас. Мы уже накопим вопросы, которые в коментах напишут. Хосан Ильич, я с удовольствием всегда буду с вами взаимодействовать и публично, и тататат. То есть, если вы хотите то, о чем мы говорим, передать людям, я буду только рад. Потому что я загрузил в YouTube. И вы тоже. Хорошо. Спасибо вам сердечно. Всего хорошего. Дай Бог вам здоровья, крепкости. И вам тоже. Спасибо. Всего доброго вам. До свидания. Сейчас я посмотрю, где здесь выключается. Zoom просто надо выйти. Zoom надо просто выйти. Так мы же в Zoom находимся. Сейчас, секунду. Вот здесь стоп, по-моему. А, я просто очки забыл задеть. Но был задеть очки, поэтому не вижу. Я сейчас не понимаю тоже. Все, я нашел остановить видео. Николаю Сорокину от меня пошли. Все, до свидания. Всего доброго. Обнимаю. До встречи. Чертливо. Сорокину. Продолжение следует...